За каждым статистическим показателем о детях-инвалидах скрываются личные истории семей, столкнувшихся с большими трудностями. Протянуть руку помощи готовы сразу несколько учреждений Алтайского края. Так, в Краевом кризисном центре для женщин помогают выявить проблемы с первых дней жизни ребёнка. Например, этому малышу всего месяц. Он родился раньше срока и находится под наблюдением специалистов. Сейчас на первый момент есть тонус уже в ножках, нужно будет смотреть. Обязательно нужно будет к сурдологу отправить, потому что 37-я неделя, активное развитие слуха и зрения, чтобы подстраховаться, чтобы зрение посмотрели. Опять же, с мамочкой будем работать на фокусировку зрения, активно будем смотреть, как ребёнок развивается. Работа с мамой – неотъемлемая часть консультации. Задача врача не просто помочь проверить здоровье ребёнка, но и рассказать родителю, что можно сделать дома, чтобы исправить какие-либо нарушения. А также дать рекомендации, на что нужно обратить внимание и куда в дальнейшем стоит обратиться. Занимаются малышами и в Краевом реабилитационном центре «Журавлики». Здесь для них оборудованы комнаты Монте-Сори, направленные на развитие мелкой и крупной моторики. Организованы занятия с локопедом, психологом и тренером по грудничковому плаванию. Показаний много. Самые распространённые – сколиоз, гипертонус и другие. Первый результат можно увидеть уже спустя 10 занятий. Уже начинаю двигать очень активно ручками, ножками. У них уже зрительный контакт есть со мной. То есть они на мой голос реагируют, они на меня поворачиваются. Также за предметами уже следят. То есть я могу дать им предмет, они его уже руками держат. Работать с такими маленькими детьми здесь начали только в прошлом году. Прекращать не собираются. К слову, у семейного многофункционального центра в этом вопросе опыта больше. Так, 4-летняя Даша ездит сюда с годовалого возраста. Ходит на массаж, занимается с психологом. Посещает сенсорную комнату для развития моторики и тёмную комнату для расслабления. У нас локаций очень много. То есть у нас есть сенсорная комната, комната Монте-Сори. Комната у нас есть развивающих игр. Есть динамическая комната совы, в которой дети взаимодействуют. То есть и друг с другом, и со специалистами. То есть что позволяет, если на раннем развитии, найти и более раннее, так скажем, выявлению каких-то моментов, каких-то проблем, соответственно, мы начинаем раньше работать. И получается, что больше возможностей для компенсаторных каких-то моментов. Во всех этих учреждениях день за днём доказывают, что невозможное – возможно. Детям с инвалидностью или другими проблемами здоровья всегда готовы помочь. Вне зависимости от возраста. Обратиться в центры можно самостоятельно или по направлению врача. Консультации и занятия доступны как совсем маленьким, так и подросткам до 18 лет. Дарья Эндерс, Илья Алексеев. Новости.